Из окна офиса ассоциации журналистов Алани открывается вот такой вот потрясающий вид и я вам раньше также обещала показать этот офис здесь вот у нас только что проходила торжественное собрание и друзья смотрите что я еще здесь обнаружила книгу на русском английском и арабском языках о Турции в 2017 году какие изменения произошли в общем что было сделано в стране за 2017 год я обязательно вам расскажу в следующих видео потому что очень очень мне понравилась эта книжка там много интересной полезной всем привет дорогие друзья сегодня 8 мая в Алании стоит переменчивая погода днем было солнце сейчас пасмурно опять вышло солнце ну а ночью шел дождь и мы решили проехаться по набережной показать вам что происходит на набережной а также расскажу вам что же делать пасмурную погоду если вы вдруг в Алании и наступила пасмурная погода конечно же в пасмурную погоду ну естественно в любую другую и пасмурную погоду если не идет дождь вы можете погуляться по прекрасной набережной в Алании мы сейчас туда спустимся вы также можете прогуляться по верхней набережной и посетить красную башню вы также можете спуститься до красной башни и посетить гербариум который находится прямо на набережной про этот гербариум я уже вам рассказывала это и гербариум и традиционный турецкий дом который был отреставрирован мэрии Алании также вы можете посетить мечеть ну и конечно же друзья красную башню с которой открываются потрясающие красивые виды на Аланию и вы можете окунуться во времена сельджуков прогуляться по крепости естественно все это можно сделать в пасмурную погоду ну и естественно в солнечную не забудьте посетить традиционные турецкие магазины где продают ковры и особенно магазины которые расположены вот в таких вот красивых отреставрированных традиционных турецких домах когда в Алании стоит переменчивая погода вы конечно же можете посетить судовер подняться на крепость посидеть там в одном из кафе или на набережной обязательно посетите один из ресторанов где вы можете выпить традиционный турецкий чай или попробовать вкусные турецкие блюда особенно дождливую погоду когда на улице идет дождь и все очень пасмурно и печально очень приятно сидеть вот таком вот красивом месте и смотреть на море и на крепость конечно же вы можете прогуляться по набережной здесь расположено много различных кафе и дойти до маяка полюбоваться Алани из другого берега вход на маяк находится вот с той стороны и вы можете прогуляться до самого-самого конца оттуда тоже открываются красивые виды на набережной Алании особенно в вечернее время отсюда с набережной также отправляется небольшой паровозик так называемый city train на котором вы можете прокатиться по всей Алании длится он 40 минут 9 километров и следующее начало написано 30 17 35 таким образом выглядит этот паровозик сейчас его нет стоимость билета 7 с половиной лир 2 или 2 евро и прокатит он вас по по всей Алании выглядит он вот таким вот образом также можно отправиться на рыбалку если вы любите ловить рыбу здесь можно посмотреть какую рыбу можно поймать в Алании а какую рыбу ловить нельзя и конечно же на набережной расположено много вот таких вот кафе где очень вкусно и недорого можно выпить традиционный турецкий чай скушать сэндвич вот видите все готовят к сезону и посидеть прям у самого моря мы сейчас дойдем до другой кафешки и я вам покажу еще Айхан обнаружил вот такое интересное следствие передвижения есть же такие штуки на которых на ногах только можно кататься в общем их запретили в Алании но какой-то умелец приделал к нему седло не седло а стул обычный офисный стул и еще вот такую вот тележку дальше в общем выглядит это все очень интересно гулять по набережной Алании одно удовольствие здесь вы сможете любоваться зеленью кораблями также вы можете взять одночасовой тур или отправиться в однодневный тур вокруг Алании здесь посажено очень много цветов пальм и здесь также есть детский паровозик на котором ваши детки могут прокатиться по набережной сейчас мы узнаем сколько он стоит вот так вот выглядит этот детский паровозик иногда в него помещаются детки вместе с родителями и катает он вас по набережной тур длится недолго примерно 15-20 минут вот такие вот новые сиденья еще прицепили в конце со спайдерменом наверное для более взрослых детей а здесь еще есть вот такая вот мини 3d инсталляция поднявшись по этой лесенке вы можете увидеть если кто-то встанет вот на тот вот мостик вот на этот мостик то будет казаться что он стоит над над пропастью конечно же не забудьте попробовать вкусную кукурузу вареную в этом году кукуруза стоит 3,5 лиры очень вкусное лето мы очень-очень любим пишите кстати в комментариях кто любит кушать кукурузу здесь есть еще небольшая инсталляция много различных скульптур как я вам уже говорила в центре Аланья расставлено очень много деревянных скульптур и скульптур из мрамора которые делаются каждый день мастерами из различных стран которые приезжают на фестиваль резьбы по дереву и фестиваль резьбы по камню вот одна из таких скульптур также на набережной расположена улица художников и рукодельниц где вы можете приобрести например традиционные турецкие шарфы также изделия бижутерии ручной работы вязаные изделия ну и много разных сувениров обязательно приходите сюда здесь тоже очень демократичные цены можно найти уникальные и интересные вещи например 5 штук браслетов всего 1 евро на противоположной стороне от улицы рукоделия расположен чайный сад ну большое кафе где можно также выпить чаю покушать мороженого сэндвичи выпить кофе и каких-то прохладительных напитков очень классно здесь особенно классно в очень жаркую погоду мы уже пришли на пляж который находится за мэрией Аланьи посмотрите друзья я не ожидала что будет столько много народу на пляже поскольку погода сегодня пасмурная и не особо солнечная но как вы видите народ купается и загорает а также здесь на недалеко от мэрии расположено еще одно кафе вот вы видите вот оно там тоже можно попить вкусный турецкий чай с потрясающим видом на Аланию особенно вечером с той стороны кафе открывается очень красивый вид на красную башню с подсветкой в общем все играет огнями очень очень красиво ну еще раз покажу вам пляж народу достаточно для такой погоды значит море теплое значит люди купаются также на набережной есть спортивная площадка с различными тренажерами где вы можете позаниматься спортом как в прохладную погоду так и конечно же летом, утром и вечером только что было солнце и опять солнце зашло за облака но все равно тепло и даже ветер уже не холодный также вы можете купить вкусный свежевыжатый сок и здесь тоже на набережной расположен детский парк про этот парк я вам уже рассказывала но что самое интересное этот парк находится в тени деревьев и в очень жаркую погоду здесь и деткам хорошо и родителям тоже можно прийти, детки могут играть ну а родители конечно же отдыхать на лавочках и прямо напротив этого парка расположены аттракционы небольшие аттракционы есть машинки и кое-какие еще развлекательные аппараты для детей куда вы также можете прийти с вашими детьми но я думаю что и взрослые тоже могут здесь развлекаться это кафе чайное кафе про которым я рассказывала находится вот здесь и здесь тоже есть большая детская площадка вот так вот она выглядит где детки могут свободно играть и гулять и прямо напротив этой детской площадки вы сможете перейти через дорогу и вот там вот расположен кошачий дом где живут много-много много кошек постоянно туристы и местные приходят их подкармливать ну конечно же мэрия тоже заботиться о них устроила им вот такую вот закрытую территорию ну и конечно же друзья не забывайте о шопинге вы прекрасно все знаете что Турция это рай для шопинга в Алании расположено очень много магазинов торговых центров и особенно в центре Алани много торговых рядов ну и конечно же не забудьте посетить традиционные турецкие рестораны покушать традиционную турецкую еду и попробовать конечно же что-то новое даже если вы живете в отеле обязательно выходите из отеля и изучайте город я уверена на сто процентов что вы откроете для себя очень очень много всего интересного но я здесь уже живу практически восемь лет и до сих пор каждый день открываю для себя что-то интересное вот такая вот друзья у нас состоялась прогулка мы приехали уже на центральную улицу Алани на улицу Ататюрка где также расположено много магазинов кафе если в Алании стоит пасмурная погода вы можете здесь гулять заниматься шопингом ну в общем смотрите изучать город и конечно же когда вы приезжаете в Турцию самое главное не забывайте о том чтобы перед тем как пойти на пляж первый день обязательно сходите в хамам в хамам все советуют ходить перед тем как вы идете на пляж потому что в хамаме вам сделают пилинг и с вас сойдет вся старая в общем ненужная кожа и тогда ваш загар будет красивым ну и конечно же ровным я надеюсь что эта прогулка по центру Алании вам понравилась мы уже приехали с Айханом в офис подписывайтесь на наш канал мы будем рассказывать еще много всего интересного но на сегодня мы с вами прощаемся всем всего хорошего пока пока ну а вот так вот турецкие дети играют на улицах Алании катают друг друга в коробках очень весело они специально повернулись чтобы я их снимала классно быть ребенком посмотрите мы также в детстве играли в стулья в общем все что было мы даже использовали доски вместо ракеток в общем классно также сезон зажигает а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok